В Екатеринбурге ко Дню Народного Единства и 400-летию вошедствия на российский престол царской династии Романовых прошло два спортивных мероприятия. Жиммарафон, организованный ресурсным центром семья Дмитрия Солунского, и соревнования по дзюдо, организатором которых выступил спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской епархии. Сильная независимая страна — это, во-первых, люди сильные и нравственные физически, а во-вторых, не просто отдельные личности, но те, кто умеет объединять свои усилия. И спорт — это отличная тренировка для того, чтобы быть единым сильным народом. В преддверии праздника народного единства вообще важны все события, которые помогают людям быть вместе, укрепиться в каком-то общем духе. Потому что спорт, с одной стороны, это соревнования друг с другом, а с другой стороны, это командный дух, из которого невозможно выиграть, не завевать никакой победы. И в этом командном духе формируется часто личность человека, потому что он знает, что он не должен подводить другого для того, чтобы все вместе одержали какую-то победу или вышли куда-то вперед. Поэтому, конечно же, спорт нельзя сделать самоцелью в жизни человека, но как средство общения, как средство воспитания, в то же время и физической закалки, конечно же, это дело нужное. Организатором «Жим-марафона» во дворце игровых видов спорта выступил ресурсный центр «Семья Дмитрия Солунского». Участвовали и дети, и взрослые, и те, кто живет в семье, и те, кто воспитывается в детском доме. Были участники с ограниченными возможностями здоровья. Всего собралось 3,5 тысячи человек из 72 фитнес-клубов. География самая широкая. Не только Екатеринбург, но и Новосибирск, Барнаул, Киров, Тюмень — всего 19 городов. Все это проводится в канун Дня Святого Великомученика Дмитрия Солунского. А он, как мы знаем, покоритель воинства, православного воинства. Параллельно с этим проходит праздник День народного единства. И вот, собственно, сама мысль, сама идея этого мероприятия «Жим-марафон» может, в несколькими словами, смотреть таким образом. Это взрослые, сильные мужчины, спортсмены объединились. И совместно в соревнованиях с этими детьми они почувствовали, что им нужна их помощь, их защита, как более сильных, как мужчин, как мужественных воин. И они бы это почувствовали и реализовали бы в течение времени последующего, после этих мероприятий. Также в эти дни в Екатеринбурге прошел второй областной командный турнир подзюду среди младших юношей в честь 400-летия восшествия на престол династии Романовых. Император Николай II уделял большое внимание развитию спорта в стране, сам регулярно тренировался. Видимо, под его небесным покровительством и сформировался именно в Екатеринбурге уникальный епархиальный отдел, спортивно-патриотический. Участники соревнований подзюду прошли крестным ходом от храма на крови до спорткомплекса «Динамо». Посмотрели фильм об императоре Николая II, а уже затем приступили к состязаниям. И тот вальчик, который поднялся больше всех раз, соберет с собой прекрасный успех, который предоставляет совместный совет при ЛИО и МВД и будет на этот разуме домой. Победа не ради победы, но ради воспитания воли и развития силы. Вот что стало главным для участников соревнований будущих защитников России.